В сердце и девочек меня очень хорошо в этом плане понимают. Роли папы и роли отчима в жизни Мии. Меня бомбило очень жестко. Ты не мог совладать своим чувством ревности. Безголовый альфа-самец. Пока два дебила пытаются, да, своими рогами. Федя станет больше папой для Мии, чем ты. На меня она там могла избить. Пап, ну расскажи мне все-таки, вот вы почему с мамой разошлись? Фак, я даже не знаю. Это абсолютно незрелая позиция. Стоп, нет, погоди. Один из самых ярких примеров публичной порки. Что, типа, еще должно меня, в принципе, сломать? Ни в коем случае родитель не должен оправдываться перед своим ребенком. Ах, ладно, все, проехали. Заказала на маркетплейсе Мегамаркет универсальную сковородку Тефаль. Там вообще миллионы товаров от продуктов питания и детских товаров до мебели и электроники. Мамочки, берите на вооружение. Цены очень адекватные. И сейчас на Мегамаркете до конца августа действует повышенный кэшбэк до 60% бонусами. А сбер спасибо на многие категории. Например, с покупки этой сковородки за 3740 рублей мне вернется кэшбэк в размере 1272 бонуса. Здесь действует бесплатная доставка. Она есть и по клику в 103 городах России. Сначала ваш заказ привезут партнеру Мегамаркета, а затем вы получите уведомление и сможете выбрать доставку до двери от 15 минут. На Мегамаркете представлены уникальные бренды с качественными продуктами и по выгодной цене. А самое главное, Мегамаркет дает возможность качественно проводить время со своим ребенком в то время, пока тебе доставляют нужный товар с большой скидкой. Забирайте всю информацию на сайте Мегамаркет или в описании к этому видео, чтобы радовать себя и близких выгодно. Всем привет! С вами ваша Наташа. Здесь звездные мамы и папы обсуждают все то, что волнует вас, отцов и детей по ту сторону экрана. А наш эксперт-психолог внимательно слушает гостя и на его примере разбирает все тонкости детско-родительских отношений. Привет, я Марк Бартон и сегодня буду подглядывать за диалогом Натальи и Влада Соколовского. Будем обращать внимание на те мелочи и нюансы, возможно, которые не замечают зрители. Это всегда интересно. Привет, Влад. Всем привет, привет, Наташа. Очень приятно, что ты пришел к нам в гости. Взаимно. Как ты ощущаешь себя в роли отца двоих детей? В 31 ты уже папа двоих детей. И это сейчас редкость. Да, по нынешним стандартам, наверное, это так. Но вообще в целом, ты знаешь, у меня, как и у моего отца, первый ребенок появился в 25 лет. Поэтому в моей системе ценностей это как бы норм. Для кого-то это суперрано. Многие мужчины сейчас приходят к этому только после 35, и то дай бог. Традиционно я прошу своих гостей познакомить зрителей со своими детьми. Мия Всеволодовна Соколовская. О, Всеволодовна. Всеволодовна, да. Мое имя Всеволод. Но обо мне чуть попозже. Это прирожденная театральная актриса. Я, конечно, не буду ни на чем настаивать. И я думаю, что и Рита тоже. Мы, в принципе, живем в парадигме того, что дети должны сами выбрать свой путь. Вот мы их будем максимально в этом поддерживать. Но просто есть какие-то вещи, ну просто очевидные, когда ты наблюдаешь за человеком, понимаешь, куда его вообще несет. И, то есть, Мию не несет в музыку. Мию несет в переодевание, в перевоплощение. И это у нее просто изначально. То есть, она постоянно меняет роли. Она может подойти к тебе и сказать, так, теперь я Эльза. Это означает, что теперь ты должен звать ее только Эльзой. То есть, у нее происходят такие включения-выключения. Ей взбрело что-то в голову. Она берет там маму, бабушку за руку, тащит в гардероб, открывает все свои костюмы. То есть, у нее реально там уже просто костюмерное. Потому что, чтобы она не посмотрела, у нее этот костюм сразу появляется. То есть, последнее, что было, это на Бали. Мы сейчас отдыхали все вместе. И у нее был костюм Аватара. Вот, это такой прям вот обтягивающий костюм синий. Она в нем плавала, она в нем спала, она в нем прыгала со мной на батутах. Естественно, в этом костюме мы смотрели второй Аватар все вместе и так далее. То есть, ее интересуют вот эти переуплощения. То есть, будет ли это дальше развиваться? Время покажет. Нравится ли это будет ей в будущем? Тоже посмотрим. Но на сегодняшний день, вот если так посмотреть, ну, это прям драматическая, театральная, причем, знаешь, не кино, театральная актриса. Потому что забежала в закулисы, быстренько сменила, раз вышла. То есть, вот что-то такое. Интересно. Давай познакомим зрителя с твоим сыном. Дэвид. Его зовут Дэвид. Дэвид Всеволодович Соколовский. Год и три месяца. Ой, это ураган. Ну, такой обаятельный. Обаятельный ураган. Такой он обаятельный. Вот он может что-нибудь натворить, что-нибудь. То есть, ты такой уже, уже, знаешь, аж наливаешься. И он просто тебе улыбается. Такой раз голову, знаешь, в бок улыбочку дает. И ты такой, ах, ладно, все, проехали. И все, ему просто прощаешь вот так. Смотрит на тебя своими вот этими голубыми глазами огромными. Твоими глазами, да? Нет, у него удивительный микс. Удивительный. У него разрез глаз мамин, цвет глаз мой. И широкий зрачок мамин. То есть, там глаз какой-то комбо, в общем. Ну, а там время покажет, чей это глаз. Там время покажет. На самом деле. И это правда. Субтитры сделал DimaTorzok. Влад, тяни карточку, будем обсуждать подробности. Так, что это такое? Что написано? Молодой отец, инструкция по применению. Отличаются ли твои ощущения, когда родилась дочь и когда родился сын? Однозначно. Так. Однозначно, потому что, ну, во-первых, это разный возраст. Сколько тебе было, 25? 25. Ну, Дэвид, соответственно, когда мне было 30. Ну, не такая большая разница. Ну, поверь, учитывая именно то, что произошло в моей жизни и весь опыт между, это большая разница. Все-таки ощущение, девочка это девочка, мальчик это мальчик. Это абсолютно, это полярные вещи. И это можно, наверное, осознать и почувствовать только в практике. То есть девочка, в особенности для отца, это просто цветочек, холить, лелеять. Хрупкая ваза. Хрупкая, да, вот просто какой-то хрустальный вообще такой, ну, что-то невероятное. То есть это то, что, это, наверное, единственное, что в мужчине раскрывает потенциал нежности, вот, на максимум. Потому что, ну, во взаимодействии с мамой это другая нежность, правильно? Во взаимодействии со своей женщиной это, безусловно, нежность, но там есть сексуальная энергия. Во взаимодействии с ребенком, именно с девочкой, это вот то, что, ну, самое невероятное. То, что способно сделать из самого крутального мужчины котенка. Конечно, конечно, однозначно. Это просто факт. Я думаю, все отцы меня, все отцы девочек меня очень хорошо в этом плане понимают. И я, естественно, до этого даже не предполагал, что я могу что-то подобное вообще кому-то испытывать. Ой, ты так об этом расскажешь, что мне прям Вову жалко. Ну, что ж, девочка не получается, потому что, ты знаешь, когда... Дай бог, как говорится, дай бог. Когда я узнала, что у нас второй мальчик, я обрадовалась, потому что я уже знала, что с ним делать. Что с ним делать, да? Да, да. Когда родился пацан, я в любом случае с ним общаюсь как с мужичком. Ну, не как с мужиком, а как с мужичком. Пацан. То есть я его задираю, я с ним более как-то... Я с ним общаюсь именно, ну, что, как, ты там, тык-тык-тык, могу его за ногу так поднять. Он там корючится, смеется, но это другое ощущение. Ну, и в моем понимании так и должно быть, потому что я его простукиваю, например, постоянно. То есть я там его подкидываю, я могу его взять, там расцеловать и простучать. То есть прям вот так вот везде-везде-везде ноги, руки, все. Все, для того, чтобы он просто вот не был, там, условно, неженкой, да, таким. То есть девочку, ну, ты не будешь ее простукивать, это твои маленькие цветочки, как ее простукивают. Ты ее там все зацелуешь и подаришь ей максимальное количество вот этой нежности. То есть сына ты этим не обделяешь, но это по-другому все происходит. Как-то по-пацански. Мужкая нежность. Это всегда было классно, это не вызывало обиды, то есть я понимал, почему это происходит. А мама мальчику, конечно, дарит вот, ну, тоже определенную свою нежность, ту, которую она воплощает. Ты присутствовал на родах Дэвида? Ну, конкретно в эпицентре меня не было, но я находился рядом, я находился, да, в этом здании. Как распределялись ваши обязанности после родов? Ну, у нас в целом обязанности распределяются, наверное, в каком-то классическом формате и представлении, потому что я отвечаю за все внешнее максимально, вот, Алина отвечает за все, что у нас внутри. То есть мужская задача это защищать, обеспечивать, максимально создавать комфортные условия для того, чтобы женщина внутри созидала, творила, чтобы вот эта творческая ее энергия... Вставала по ночам, меняла подгузники? Да нет, вставали мы по ночам оба и меняли подгузники, но потом у нас появилась няня, потом у нас, конечно, были и бабушки на подхвате, поэтому, ну, максимально как-то все вошли в это взаимодействие. Я хочу уточнить, то есть для тебя не проблема встать ночью, поменять подгузник, остаться одному с малышом? Да нет, для меня это не проблема, это не вызывает какого-то стресса, то есть если ко мне подойдут с просьбой, там, помочь, посидеть или еще что-то, я всегда на это соглашаюсь, естественно, всегда в процессе, вот. Но так вышло, что рядом со мной очень тонкий человек, вот, который понимает, то есть когда это прямо делать, а когда нет. То есть, ну, я не знаю, как у нее это работает, но это работает, как, наверное, швейцарские часы, это я очень сильно ценю, потому что она видит мое состояние и старается тоже его определенным образом... Уважать. Ну, уважать, да, и как-то менять каких-то вещей. Как вы справлялись со сложностями в бытовом смысле, когда ты не принадлежишь себе, меняется твоя жизнь, тебя это очень коснулось? Ну, на самом деле, однозначно больше Лину, потому что если ее жизнь это перевернуло, скажем так, потому что Лена в целом такой свободолюбивый человек, вот, и мы могли с ней, не знаю, поехать в 4 часа утра просто, послушать музыку куда-то, еще что-то, ну, это очень так, она творческий человек, она великолепно поет, и, конечно, это все прервалось, то есть это все нужно было перепрошить, и для нее это был урок принятия себя, как женщины, вот, вот этой вот, этого естественного глобального процесса. Для многих женщин, как мне кажется, это шок, это стресс, как же так было так, сейчас должно быть как-то по-другому, кто-то справляется, кто-то не справляется, кто-то дальше живет в этом конфликте, кто-то потом вообще винит своих детей в том, что дети у них там лучшие годы забрали, и всю эту свободу, и так далее. Да, поэтому очень важно как раз, ну, то есть осознанно идти в это действие, не в зависимости от того, готовился ты к этому процессу, или это произошло по какой-то другой причине. Тут опять же вопросы к нашей и литературе, и к общественному мнению. Я помню прекрасно, как все говорили, что это прекрасное событие, перевернет вашу жизнь, это самый счастливый момент жизни, такого счастья вы не испытывали никогда. Да, но действительно, это чувство несвободы, пострадовая депрессия, ограничение тебя как человека, к этому никто не готовит, но мне кажется, об этом очень важно говорить. Очень важно говорить, и я со своей стороны просто Линой в этом плане восхищаюсь, реально, потому что я не думал, что ее настолько включат. То есть я понимал, что будут процессы, мы будем все это проживать вместе, но что человека включит настолько, и это будет так красиво, вот о чем я. Потому что, когда женщина принимает свою суть, да, это все-таки, ну, это красиво, это невероятно красиво. А как скоро вы обратились к няне, к услугам няни? Няня у нас появилась на четвертом месяце. То есть три месяца вы сражались сами? Три месяца, да, мы сражались сами, но... Бабушке, ты говорил. То есть мы были на смеси, поэтому мы там по очереди все просыпались и так далее. Потом я уже понял, что у меня уже начинается просто какой-то тик мозга за мозгом, и я просто, ну, начинаю не выгребать, потому что... Ты? Я, потому что у меня смена в кино с восьми утра начиналась, а ночью она абсолютно рваная, и это был полный трэш. То есть я в девять вечера приходил домой после смены, а там, естественно, Лина такая тоже уже просто в шоке. После своей смены. Возьми, просто возьми, и это такое, ну, конечно, это вот такое было просто, ну, это веселье, однозначно. Ну, потом все настроилось, то есть каждый смирился с тем, что просто это так, и мы настроили все эти процессы. Мы просто потом полетели на Бали, и там у нас как раз и появилась няня. Мы с тобой обсудили, что отец должен быть тоже готов, должен быть включенным в процесс. Ну, что ты можешь посоветовать? В пределах разумного, как ты сказала до этого, иначе просто... Грудь ты отрастить не можешь, в пределах какого? Просто очень часто бывает, когда папы просто оставляют женщину из серии, знаешь, ну, пока я ничем помочь не могу, вот подрастет, я включусь. Что ты скажешь по этому поводу, и какое твое мнение? Нет, я отчасти с этим согласен, но, говорю, в пределах разумного. То есть когда женщине нужна помощь, и когда она тебя об этом просит, как минимум, или когда ты смотришь, видишь и чувствуешь, что в данный момент ты нужен, ну, надо включаться. То есть совсем включить режим, что я там, а вот женщина только с ребенком, это неправильно. Для меня это неправильно. То есть потому что все-таки, ну, должна быть какая-то синергия, и ребенок не может получать только женскую энергию, он должен получать энергию отца. Да, это однозначно, но просто действительно, то есть есть же четкое понимание, что женщина в этот период, она не может условно работать, да, или, не дай бог, содержать семью. Этим должен заниматься мужчина. Для того, чтобы он это делал, он должен быть в адеквате. Да. Для того, чтобы он был в адеквате, ну, женщина со своей стороны тоже должна это понимать, и должно быть какое-то распределение. То есть в порядке вещей, когда все друг другу помогают, это так и должно быть в семье. Вот, но в любом случае, то есть у меня были ночи, когда я там ушел, например, я понимаю, что у меня завтра суперответственный день, я пошел спать на диван. Потому что я знаю, что если я как бы не высплюсь, завтра будет просто трэш. Не суперответственный день. Я не смогу быть продуктивным, я не смогу все это наладить. То есть, ну, этот процесс, он настраивается. Хорошо, я знаю, что ты не сразу сообщил Мии о том, что у нее будет брат. Мы пообщались с умными людьми, опытными на эту тему. Да, как лучше это все подавать. Вот, потому что тоже. Ага, эй, как бы для ребенка это может быть рам. Вот, потому что это может быть произнесено не вовремя, не в том правильном каком-то ключе и так далее. То есть, все вообще начиналось с очень тонких, аккуратных вопросов, хочет ли она вообще брать к этому или сестренку. Что она отвечает. Да, да. То есть, там был четкий ответ, да, супер. Ну, и потом дальше, дальше, дальше. Постепенно, постепенно, то есть, информация, она у нее как бы, ну, прорастала. Да, и то есть, когда она уже, по моему мнению, как раз была к этому готова, то есть, где-то месяца два уже вот это, знаешь, мариновали. То тогда, да, мы ей рассказали. То есть, это была реакция, она не была какая-то бурная или еще что-то, она была вообще воспринятая. Знаешь, как дети иногда могут в одну точку посмотреть, там, что-то раз, и дальше побежать. И ты такой, хм. Я готовил, готовил, мариновал, где-то, вау. Ты думаешь, что реакция будет такая, такая, нет, она была супер вообще спокойная и так далее, но ровно, знаешь, там, через 5 или 10 минут она подбежала обратно, то есть, у нее, да, прогрузилась эта. А вот это что? А вот это, а то-то, а то-то. И я смотрю, все, пошло, пошло, пошло. То есть, я еще хочу раз обратить внимание наших зрителей на то, что ты очень ответственно к этому вопросу подошел и решил обратиться к специалистам, чтобы узнать, как лучше подготовить ребенка. Ну, для меня это было принципиально важно, потому что это ребенок от прежнего брака. Да. И мы не живем вместе. Хорошо, что ты это сказал. То есть, для нее это в любом случае мощное событие, и условно это не семья, знаешь, когда это можно сделать совершенно иначе. Когда можно и так сказать. Совершенно иначе, да. То есть, когда это просто естественный процесс. То есть, надо понимать, что это определенное внедрение в ее уже, ну, устроенную жизнь. Ну, безусловно, я здесь согласен с Владом, потому что очень часто, когда после расставания с предыдущей супругой, а тем более, если там остается ребенок, в новых отношениях появляется малыш, то у ребенка, который остался с мамой после развода, могут быть сформированы различные страхи, комплексы, страх отвержения, страх покинутости. Дети себя часто чувствуют ненужными. У них может даже это все трансформироваться в агрессию. Дети замыкаются в себе. И здесь, конечно же, было очень правильно принято решение и проконсультироваться со специалистом, и очень мягко преподнести ребенку о том, что будет братик либо сестричка. Я знаю, что очень многие семьи, также рекомендации детских психологов, используют сказкотерапию для того, чтобы в первую очередь протестировать. И обратить внимание, насколько ребенок готов к появлению нового члена семьи, например, брата или сестры. То есть берется какой-то сказочный сюжет, либо эта сказка придумывается самим детским психологом, где появляется новый персонаж, которому весело, интересно. Ну и, соответственно, по определенной методологии он просто наблюдает за тем, как ребенок реагирует на это. То есть тестов достаточно много, и, конечно же, если родители хотят помочь ребенку пережить такой период появления нового члена семьи, это, конечно же, нужно делать. И, конечно, тут многое зависит и от родителей. Когда мы равномерно распределяем время, которое уделяем своим деткам, тогда вот эта ревность, она не становится столь болезненной для ребенка. Для меня большим событием было то, как состоялась их первая встреча. Я забрал мелкую, мы поехали на дачу. Я продумывал миллион раз вообще эту всю ситуацию. Ты нервничаешь? Как это все? Я очень нервничал. Я реально нервничал, потому что я понимал, что это вот что-то супер важное. Сейчас первая встреча брата и сестры. Блин. Вы снимали? Да, конечно, мы снимали, это все есть. Господи, как это было круто, потому что Мия была восторженная. Просто как будто, я не знаю, Дед Мороз пришел в гости, и не актер, а реальный. Все-таки та реакция, на которую ты рассчитывала, состоялась. Да, на которую я очень сильно рассчитывала, это состоялось, потому что она, вау, ха-ха, она там заливалась смехом. Она его там рассматривала. Ну, он, конечно, вообще еще ничего не понимал. Типа, что, кто это такая вообще, почему от нее столько шума. Но это было уникально, потому что в ней тут же включился режим старшей сестры. То есть ей никто ничего не говорил. Но она каждые несколько минут подходила. А что там, Дэвид? А он уже проснулся. А я могу подойти посмотреть. А эта заходила, открывала дверцу, подбегала, положила к нему своего медведя. Понимаешь? Все, это как бы медведя положить. Мне не надо вам рассказывать, что такое, да, когда ребенок кладет своего медведя, которого она никому никогда не дает. Без него она не засыпает, ей уже пять лет, она без него не спит. Вот, меню она кладет рядом с Дэвидом, и это все, это высшая вообще похвала. Да, и с тех пор все. Дэвид, 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 Дэвид. Я, ну, я, конечно, в кайфе. Это правда очень крутые эмоции, когда ты видишь, как старшая сестра ухаживает за младшим братом, интересуется, как он себя чувствует. Где-то даже может сделать замечание взрослым и сказать, тихо, маленький спит. Но здесь очень часто мы сталкиваемся с такими ситуациями, когда родители совершают бессознательно массу ошибок. Например, в семье есть несколько детей, появляется младший ребенок. Естественно, все внимание переключается на родившегося малыша. И где-то родители бессознательно могут пойти в такое состояние отвержения своего ребенка, который постарше. Ну, например, сказать, так, тихо, а ну замолчи, не кричи, иди отсюда, иди в комнату играй. А у ребенка любопытство, ему же интересно, что там происходит, как себя чувствует малыш. Определить свое состояние, да, отрефлексировать свое состояние рядом с этим малышом, рядом с родителями. И здесь необходимо нам взрослым людям быть максимально внимательными для того, чтобы своими неосторожными действиями не травмировать наших других деток. Для того, чтобы они также чувствовали, что они важны, нужны. У детей тоже очень часто возникает конкуренция. Вы представьте себе семью, люди сидят за столом, ужинают, либо обедают. И папа с мамой, с маленьким разговаривают. Ну что ты мой хороший, ну ты мой маленький. Ой, открывай ротик. И там слюнки текут. А он еще во время еды пухнул 14 раз. Срыгнул, и все умиляются. Но стоит только старшему ребенку там нечаянно уронить ложку, и там что-то брызнуло. Либо ребенок сделал какое-то неосторожное движение, либо родитель недоволен поведением ребенка. Он тут же интонационно переключается с нежных посылов на достаточно серьезные и грубые. Это тоже не совсем здоровая ситуация. Как только начинается это выделение, между детьми мы обнаруживаем отсутствующее понимание и дружбу. У меня, знаешь, у меня вот этот груз, который, ну вот я же не знал, как же все-таки вот эта вот неизвестность, которая все накапливалась и все. Скажи, а моменты ревности были? Потом. Ты знаешь, к счастью, мы у нее родители осознанные. Я сейчас про себя и про Риту, про Мию. И каждый в этом плане себя определенным образом прокачивает. Вот. И я тоже изучал этот вопрос достаточно плотно для того, чтобы понять, как вообще все это выстроить, чтобы не натворить деловку. Вот, чтобы ребенок рос в здоровом понимании и в правильном, в правильных системах. В случае, как у нас, да, когда прежний брак, новый брак, дети. Тут четко нужно понимать, какая система иерархии и кто за кем стоит. И какая? Естественно, приоритет должен быть в сторону старшего ребенка. Это правильно, потому что... Объясню, что это именно такое. Не в смысле, что ты там грудь не даешь младшему. Нет, это не про то. Ты знаешь, это какие-то даже банальные вещи, с кем с первым поздороваться. Кому первому предложить тарелку супа, поставить ее. То есть какие-то такие вещи, потому что... В смысле, старшим или младшим? Объясню. Старший всегда жил с пониманием, что он старший. Что он сначала один, а потом старший. Поэтому, когда ты забираешь у него его право быть старшим, у него происходит очень большой конфликт внутренний. И потом это вырастает в огромное количество плохих ситуаций. Он, естественно, будет привлекать максимально к себе внимание плохим поведением, бунтарством, чем угодно. Показывая подсознательно тебе, что он старший, и ему нужно это внимание. То есть многие взрослые люди этого не понимают и не понимают, почему их ребенок ведет себя как идиот. Но это происходит. Происходит это по той причине, что нарушена система иерархии и все. Потому что малыш, он изначально приходит уже в готовую систему, где он младший. И он должен подстраиваться. Да для него не является стрессом то, что он младший. Он просто по праву младший. И все. Поэтому для него то, что ты обнимешь сначала одного, потом второго, внутренне, глобально, подсознательно, это не является проблемой. А для старшего является. И она для него просто принципиальна. Поэтому, когда это на уровне повседневности входит в привычку, то для всех это нормально и для всех это хорошо. У меня просто, я когда разбирал свое детство и в чем у меня там замес произошел, у меня как раз тогда не было этой информации. Родители не знали этого и их как бы винить в этом никакого смысла нет. Но у меня старшая сестра, она на 5 лет меня старше, тоже от разных браков. То есть у нас разные папа, одна мама. И у нас произошло именно это. Потому что все внимание ушло малому. Понимаешь? И даже Дарине говорит, там, иди проверь малого. Там, иди помоги с этим. Но она же не... То есть на нее повесили функцию родителей. Она не мама, она тоже ребенок, у которого есть свое детство, которое она должна была проживать. То есть ей не нужно было проживать ни роль матери, ни роль там няни, ни никого еще. Она ребенок, и у нее свой опыт в 5 лет. Тот, который она должна была проходить. Ее нельзя было заменять. Поэтому там, да, там произошло именно то, о чем я говорю. То есть там была буря просто. То есть сначала это была любовь, потому что это была игра, в которую она начала играть. И всем это нравилось, и все замечательно. Но в долгосрочной перспективе, там лет уже 8, 10, 11, 12, 15, была жесть. То есть мы с сестрой собачились просто дико. И я, я, будучи маленьким, не понимал, почему это происходит. То есть я реально не догонял, думаю, что это такое, что же она меня так, ну там... Люто ненавидит. Не любит или что-то, да, она меня там могла избить, то есть еще что-то. Ну, дети, дети. Я в смысле, мы уже это все прожили, уже там все отлично и разобрались. Я, по крайней мере, понял потом, почему это происходило. То есть зайти домой, прийти и первым обнять, поцеловать старшего, а потом уже младшего. Даже не могу понять, как делаю я. Нет, 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 но это же не означает, что ты вот, младший перед тобой стоит, а старший непонятный где. И ты вот ищешь старшего, пока ты ненавидишь, ты не здороваешься со своим младшим. Все в пределах разумного, но просто если они оба здесь, то, конечно, именно так. Старший, младший, младший, старший и нормальные. То есть такая история, она у младшего только вызовет желание конкурировать. И это хорошо, то есть это будет сподвигать его к чему-то. Но это экологично, понимаешь, а не наоборот. Когда старший будет пытаться добиться того, что, в общем-то, и так должно быть у него. Твой развод был очень громким. Мы не будем его обсуждать. Мы переживали вместе с вами. Мы бы хотели узнать с точки зрения детей. Эта информация все равно есть в интернете. И рано или поздно и Дэвид, и Мия узнают эту историю сетей. Вот будешь ли ты готовить к этому? И что ты вообще думаешь на этот счет? Ну, ты знаешь, ничего, кроме как... Ну, с более высокой точки зрения я на это посмотреть не могу. Потому что если уходить в такое 2D-шное восприятие, вот, то это все плохо. Ну, глобально. То есть, да, есть хорошо, есть плохо. Мы же понимаем, что то, что такая информация, она есть в общем поле, это в долгосрочной перспективе ничего хорошего как бы не привнесет. С другой стороны, с нами никогда не происходит того, что не должно произойти. И если смотреть как раз-таки с более высокой точки зрения, тут не про философство, тут, наверное, больше про понимание того, как работает энергия и вообще по каким законам природы, вселенной мы все живем. То есть, с нами всегда происходят те события, которые нас заставляют ментально расти. Либо деградировать, потому что статуса КВО, его, ну, не существует. То есть, мы либо развиваемся, либо деградируем. Это наш осознанный выбор. Каждый день, в каждой ситуации вырасти или не пройти этот урок. Поэтому у меня в какой-то момент перестроилась парадигма восприятия. Потому что, знаешь, ты всегда ждешь от жизни только всего хорошего. Да, и вот ждешь, вот это хорошее, хорошее. А когда происходит что-то плохое, ты скатываешься в боль, скатываешься сразу в сценарий агрессора и жертвы. И вот там все и находятся. Но на самом деле, при хороших раскладах, то есть, я воспринимаю это как бонусы, да, назовем это бонусы. Вот в бонусах мы не растем. Понимаешь, это все приятно, кайфово, круто, но мы в них не растем. Мы всегда растем об какие-то сложные ситуации. И если научиться воспринимать это таким образом, что оно существует вообще в твоем поле, для того, что с единственной, прикинь, причиной, чтобы стать лучше, вот когда ты начинаешь это воспринимать так, все меняется. Ты меняешься. Все начинается как-то, ну, развивается совершенно иначе. Поэтому, вот, возвращаясь, да, к твоему вопросу, могло ли этого не произойти? Не могло. Потому что это уже произошло. То есть, думать и рефлексировать на тему того, какие там могли быть сценарии, чего, как, это все бесполезно. Мы не можем поменять свое прошлое. Верно? То есть, мы можем только сделать какие-то выводы и пойти с ними вперед. И либо допускать эти ошибки, либо не допускать. Это тоже твое решение дальнейшее. Поэтому с моими детьми будет происходить ровно то, что должно произойти в их сценариях, в их жизни. Поэтому, если эта ситуация, она произошла, если в их поле это уже есть, значит, по-другому быть не могло. То есть, рано или поздно они об этом знают? Я не буду рефлексировать на тему того, почему же и зачем же. То есть, это в любом случае, как факт, им необходимо. В какой форме они с этим столкнутся через какое-то время? А я думаю, они столкнутся. Хорошо. Это другой вопрос. Тут мой вопрос. Ты расскажешь сам? Ну, придет к тебе, например, семилетняя Мия или восьмилетняя уже такая взрослая девочка, но которая еще не пользуется сетями так, как мы с тобой. И скажет, пап, ну расскажи мне все-таки, вот вы почему с мамой разошлись? Ты предпочтуешь сам рассказать? Или чтобы она об этом узнала из интернета? Я думаю, что... Ну, я не буду просто произносить, что я дословно скажу. И то, что я сейчас озвучу тебе, может совершенно не совпадать с тем, что я скажу через несколько лет своей дочери. Что я понимаю? Что я не буду ходить, условно, вокруг да около. Но я максимально экологично, как отец с любовью, донесу правду. Потому что пытаться, да, запудрить мозги или облегчить какое-то бремя, в этом нет никакого смысла. В особенности, учитывая то, что я сказал до этого, что это ее необходимость получить вот этот опыт в жизни. То есть, если это произойдет, значит, это просто, это необходимо. Поэтому моя задача максимально помочь ей это прожить. То есть, не думать про свое состояние, про то, что я буду испытывать, что мне там будет удобно или неудобно, да бог со мной. А именно помочь ей пройти это максимально мягко. То есть, что от меня зависит, я буду рядом и буду готов это сделать. Очень важно осознать очень простую деталь. Ни в коем случае родитель не должен оправдываться перед своим ребенком. То есть, подходить и объяснять ребенку, почему мы развелись с твоей мамой из чувства вины, это абсолютно незрелая позиция. Я думаю, что если у ребенка, тем более, она же находится рядом с мамой, наверняка она в первую очередь спросит у нее. И здесь очень важно показать малышке, что мы, взрослые люди, да, сходимся, влюбляемся, пытаемся строить отношения. Какое-то время даже находимся вместе, но так бывает, что мужчины и женщины расстаются. Кто-то расстается врагами, кто-то расстается в достаточно хороших отношениях. Но здесь прекрасный пример взаимодействия двух людей, каким бы там ни был развод. С ребенком. Одно дело, если бы Влад не общался со своей дочерью, либо супруга бывшая настраивала ребенка против Влада, здесь, да, проблемы были бы серьезные, и нужно было бы подбирать какие-то формулировки, такие, чтобы ребенок это все осознал с позиции своего возраста и возрастной психологии своей. А так, мне кажется, вообще заморачиваться таким вопросом не нужно. И тем более бежать и предупреждать. Вот, если вдруг ты прочитаешь где-то про папу и маму, не переживай. Я вас уверяю, дети считывают этот мир по аналогии. Они не информационно его воспринимают. Они видят счастливую маму, видят счастливого папу, видят все здорово и прекрасно. Никто друг о друге плохо не говорит. Это для ребенка самое важное. Рита тогда очень много, конечно, делилась подробностями в соцсетях. Видимо, это был ее способ прожить эту боль. И спустя какое-то время меня действительно потрясло. Я аплодировала тебе, как женщина. Ты попросил также через соцсети у них, у обеих, прощения. Ты работал в тот момент с каким-то специалистом? Или ты сам пришел к этому? Кто тебе помог пережить эту ситуацию? Ну, во-первых, я прокомментирую то, что ты сказала про Риту. Потому что кто-то это воспринимал, кто-то не воспринимал. Просто мое мнение по этому поводу, что каждый человек имеет право проживать свои эмоции так, как он их проживает. Особенно боль, наверное. Да, в особенности женщин, которые в 7 раз эмоциональнее, чем мужчин. Просто по факту. Это доказано. Вот, поэтому ей необходимо было проходить это именно так. Да. Вот, важно то, что каждый из нас в этом во всем прошел. И вот только сейчас можно сказать, что, ну, это такая невероятная точка роста для обоих, как бы это ни звучало. Просто сейчас, смотря на то, что произошло за последние, там, почти 5 лет, это можно уже уверенно говорить. Что сподвигло меня, и куда я обратился, и что со мной происходило. Насколько она сильно выросла для себя, для своих родных, для своей аудитории. Поэтому, ну, это уникальный, большой, сложный, глубокий, тяжелый, но суперполезный опыт. Никак по-другому это вот не обозначить. Поэтому, ну, если вспоминать, какие у меня были действия на тот момент, я тогда вообще был малословным. У меня был единственный пост на эту тему, и я писал, что он будет единственным. То есть это будет единственное мое вот упоминание в глобальном смысле. Вот так и было. Это был единственный пост, в котором я все это сказал, попросил прощения, и все. Потому что я считал, что, ну, вот мои дела и мои поступки скажут за меня куда больше, чем я буду пытаться кому-то что-то доказать. Потому что в то время, ну, меня, помимо всего прочего, меня в чем еще только не обвиняли. Ну вот, то есть сразу по всем фронтам, по всем аспектам жизненным. То есть демонизировали, ну, уже, то есть там максимально где только можно было. Поэтому я себе просто дал слово пройти это достойно в моем понимании. Слово достойно. И все. То есть поэтому я решал вопросы, там, без каких-либо адвокатов или еще чего-то. Я просто сам все это решал. Поэтому там я на что-то реагировал или не реагировал. Чаще всего я ни на что не реагировал. А просто принимал это как урок, который я должен пройти. И максимально сглаживал все возможные углы. Где только можно было. Твоя цель была остаться в хороших отношениях? Однозначно. Потому что я понимал, что... Ну, моей целью было взаимодействие с ребенком. В первую очередь. Во-вторых, да, я понимал ценность того, что такое сохранить все-таки какое-то человеческое отношение. Я не говорю про дружбу, да, я не говорю сейчас про какую-то прям семью-семью. Но я говорю про человеческое, нормальное, адекватное, хорошее взаимодействие. Вот. Чего мы и, в принципе, добились общими, очень мощными усилиями. Потому что и Рита приложила огромное к этому, огромное старание. И я также. Поэтому, ну, то, что у нас сейчас есть возможность спустя столько времени вместе проводить время, находиться. И, знаешь, это не происходит с каким... Ну, лично у меня. Это не происходит с каким-то камнем за пазухой или еще что-то. Это происходит уже с какой-то такой доброй улыбкой, с пониманием того, сколько всего, блин, мы вообще прошли. Конечно. И ты смотришь на это, видишь это и очень сильно это ценишь. Потому что... Потому что многим это не удается. Потому что бывает по-разному. Да, и, наверное, в каком-то смысле приятно было самим себе и очень многим людям, возможно, не доказать, показать, что такое, в принципе, реально. Что после войны возможен мир. Конечно. Влад, а как ты думаешь, публичным людям тяжелее такие вещи переносить? Вот ты, наверное, самый яркий, один из самых ярких примеров публичной порки, так скажем. Если честно, я даже не представляю, как человек может это пережить. И чем публичнее, тем тяжелее. Ну, это однозначно под знаком равно. Сто процентов. Потому что, конечно, кто-то решает свои вопросы дома, так как это принято. Кто-то решает свои вопросы иными путями, но это все равно происходит за определенной ширмой. Не выходит за пределы. А здесь суть в том, что... Ну, мы сами дали пищу. Не просто для стаи волков. Я думаю, что для целого леса просто, понимаешь, который просто собрался и разорвал всю эту историю. Максимально. Поэтому я просто понял, что... Ну, во-первых, я очень сильным стал в тот момент. То есть я это просто ощутил, потому что, когда эти бомбы просто, знаешь, они просто сыпались. Если я каждый день уже видел что-то новое, что-то уже вообще абсолютно небывалое, вот, про каких-то людей, которых я даже не знаю. Вот. Ну, по-разному. Там было реально по-разному. И я просто, мне кажется, с каждым ударом просто обрастал какой-то прям броней и пониманием того, что... Фак, я даже не знаю, что типа еще должно меня, в принципе, сломать, если уж не такое. Это длилось очень долго. Но я, как же сказать, то есть я не чувствовал себя там условно каким-то бедным и несчастным, потому что я прекрасно понимал, кто на самом деле пострадал и кто здесь в этом во всем виноват. Исходно, изначально. Правильно? Поэтому я вот просто брал на себя именно эту ответственность внутреннюю. Я понимал, что, блин, это надо прожить. И моя единственная задача – это прожить это достойно, пройти это максимально правильно. То есть когда, если не сейчас, надо включать вот эти все вещи, потому что это можно было все усугубить. Я мог еще больше дать разрушения всему этому процессу. Моя медийность позволяла мне... Вступить в равный бой. Давай так я скажу. Моя медийность позволяла мне все. В полной мере этого слова. Но, как бы, моим решением было не пользоваться вот этим процессом, которым, возможно, было бы воспользоваться куда проще и куда легче. Знаешь, по проторенной дорожке. Потому что кто мне только не звонил, кто мне только что не советовал, каких мне только адвокатов и защитников лучших в своей сфере не давали и так далее. Но я просто понимал, что стоп, нет, погоди. Это вот привычная картина. Все привыкли так действовать. Извлекать из этого свою выгоду и как-то, да, то есть выстраивать новую реальность. Что для меня важнее? То есть для меня важнее в тот момент было вообще видеться с дочкой. И все. То есть это, это, это тот, вот та тема, которая у меня всегда, везде, в каждой беседе с Ритой, с ее, там, помощниками, адвокатами. Всегда я это говорил. Ребят, я готов. Все, 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 все. Лишь бы вот просто вот этот вопрос. Давайте его снимем. И все. А сколько Медики было лет? Сколько ей было лет? Ну, ей еще года не было. А, еще года не было. Да. Она, конечно, этого всего не помнит. Хотя, как ты думаешь, вот ваши напряженные эти отношения, ваша война на ней как-то сказались? Однозначно, конечно. Я считаю, что великое заблуждение, что дети что-то не понимают. Вот, дети порой все лучше гораздо понимают и чувствуют, как есть. В отличие от взрослых, которые привыкли припорошить, поменять. Знаешь, вот это вот подмена понятий. То есть в современном обществе вот люди привыкли все себе удобненько подстраивать. Даже не идеализировать, а именно подстраивать все удобненько. Это такое хитрожопство, взрослое хитрожопство, которое нам как бы... Помогает жить. Казалось бы, помогает жить, а на самом деле играет с нами очень злую шутку. А дети воспринимают все как есть. Они вот эту энергию чувствуют. И, естественно, она прошла свой очень тяжелый, я считаю, для своего маленького возраста опыт. Самый сложный, наверное, опыт для ребенка, который можно прожить, это вот тот самый. Поэтому очень глупо думать, что она не получила или чего-то не помнит. То есть я уверен, что ее душа как раз очень все четко понимала. Но опять же, вот, да, это если находиться и оценивать с точки зрения чувств, эмоций и боли. Вот, если выходить на более тонкий уровень и смотреть на эти вещи... Идти дальше. Это ее опыт. Если идти еще дальше, ее душа выбрала конкретно данный опыт. Зачем? Для чего? Почему? То есть не вы выбрали, а ее душа? Все выбрали. Все выбрали. Интересно, что скажет на это наш психолог. Да, это очень смешной комментарий. Интересно, что об этом скажут. Нет, ну правда интересно узнать мнение психолога на этот счет. Да, наука и духовность. Я очень жду тот момент, когда они наконец-то... Но мы не будем отделять науку и духовность, потому что все-таки психология – это лечение души. Да, и мы понимаем прекрасно, что можно с точки зрения науки притянуть и лимбическую систему, и другие системы головного мозга, и обесценить. Но, в принципе, мы так привыкли в простонародье, дома, говорить о душе своей, о чувствах. Но плюс никто этого не может запретить, особенно человеку, для которого это является важным и ценным. Сама формулировка, что ребенок выбрал такую судьбу, это, знаете, когда рассказывают, что дети сидят на облачках и выбирают маму с папой. Вот день рождения, и там начинают в постах писать все «Спасибо, Глаша, что ты выбрала меня». Ну, это, в принципе, выбор родителей был, да, познакомиться, встретиться, влюбиться, лечь в постель, забеременеть и рожать. Поэтому давайте не будем на детей сбрасывать их выбор, что там они выбрали. И дети все-таки появляются в семье, и они бессознательно, конечно, нуждаются в том, чтобы два взрослых человека, мама и папа, построили счастливые отношения. Но если этого уже и не получается, то мама и папа, конечно же, эти отношения и регулируют, и управляют ими. Ну, если Владу так нравится, считают, что ребенок выбрал такой путь, ну, пускай выбирают. Тяни следующую карточку. Отчим и мачеха. Отчим и мачеха. Какие страшные у вас. Ужасные слова. Слова на этих карточках. Мне уже не хочется тянуть следующую. У нас добрая передача, не переживай. Сколько было мини лет, когда появился Федор? Сколько, по-моему, где-то два, два с половиной. Что ты почувствовал? Когда понял, что это серьезно. Это был мощный опыт. Да, это был мощный опыт. Это одна из тем, которые я продумывал заранее. Я думал, что же это будет такое, что это будет за такой уровень ощущений, принятия и прочих. Я так скажу, как бы это, опять, странно не прозвучало, я просто, я не привык уже размышлять на обычном, скажем так, бытовом уровне, потому что я просто уже другой, я иначе. Все это у меня происходит внутри. Думаю, что нам друг с другом повезло. Вам с Федей? Да, потому что в моем случае там мог появиться какой-то, не знаю, безголовый альфа-самец, который бы стучал кулачком, да, бугага-бугага и пытался бы вот как-то отстоять там чисто свое эго. И от этого бы все страдали. Естественно, был бы конфликт. Что происходит в огромном количестве семей, где такие обстоятельства. Да. Поэтому мне повезло, что там появился адекватный и осознанный молодой человек. так же с его стороны. То есть, это мог бы быть отец, который бился бы в стены, который бы там так же отставил свое эго. Вот. И во всем в этом ребенок был бы каким-то канатом, понимаешь, которого бы туда-сюда перетягивали. И в первую очередь страдал бы в этой ситуации ребенок. Пока два дебила пытаются решить... Мне нравится, как ты рассказываешь. Ну, я говорю по факту. Пока два дебила пытаются своими рогами друг друга там... Победить. Победить. Это ужасная история, которая циклично повторяется везде. Поэтому мое мнение, что нам повезло. А как произошло ваше знакомство с Федей? У нас забавное очень знакомство произошло. Так. Ну, так как мы, естественно, были знакомы заочные у нас. А огромное количество общих друзей балийских. Вот. Так как Федя, он из балийской тусовки. То еще в то время, когда вот у них только-только что-то зарождалось, начиналось, мы в то время уже, ну, с Риты пробовали как-то подружеские взаимодействия даже. Могли встречаться, пить кофе, общаться. То есть, как-то... Дружить. Пытаться дружить, да. Назовем это так. Это была моя поездка на Бали. Я поехал туда один. Вот. Это были... Всего лишь на две недели я поехал. Это была такая просто прям... Ну, поездка-проработка. То есть, я жил один, и у меня были просто бесконечные практики. Просто я плыл по течению, знаешь, как листок такой по речке, и меня заносило сюда, туда, туда, туда. Я просто все это принимал, принимал. И одна из ситуаций как раз, которая тоже, да, для чего-то это в моем поле произошло. То есть, до этого не происходило, после тоже не происходило. То есть, именно в тот момент это произошло. Это была вечеринка. Прям клуб. Прям клуб. Я помню, что меня вытащили мои друзья. Я говорю, слушай, ты сдолбал уже там сидеть, свою прану гонять. Давай уже пойдем пивка попьем, просто послушаем музыку. Ну, хватит, давай. Ну, как-то, да, развеемся. Я говорю, ну, ладно, поехали. Ну, и я такой в своем очень спокойном режиме нахожусь. И я вижу вот Федю. Федю рядом с его лучшим другом, с моим знакомым. Он фотограф, он меня до этого снимал. И я стою, и у меня, естественно, ну, как бы куча мыслей сразу, куча сценариев. То есть, что сейчас должно произойти, как оно должно произойти. То есть, что, ну, вообще, надо реагировать, не реагировать. Ну, все, да, поток. Пошел диалог. Да, поток у меня с самим собой. И я так прямо, ну, это, знаешь, это происходило несколько секунд. Ощущение, что это, знаешь, гораздо больше. И у меня прям четко ответ такой, подойди. Ну, прям вот есть ощущение, что я, я хочу подойти. Все, я просто подошел. Я поздоровался. Мы познакомились, в смысле, нормально познакомились. Пожали друг другу руки. И самое смешное, что это не закончилось вот этими несколькими секундами. То есть, мы потом провели еще полвечера. Общались. Общались. Слушали музыку. Потом еще после клуба мы там куда-то пошли. Я помню, там рампа была такая. Вдвоем или какая-то группа товарищей? Нет, 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 нас было 4-5 человек. Но именно в одной компании. То есть, мы именно оказались по итогу в одной компании. И вот как-то, и знаешь, это было, ну, понятное дело, что у него там внутри, да, происходила коктейль вот этих эмоций. И у меня то же самое. Но мы, наверное, нащупали возможность такого взаимодействия. И саму возможность находиться в общем поле. Да, не перегибая палку, не конфликтуя, а просто вот находясь. Чем очень сильно облегчили всем жизнь, я так понимаю. Однозначно, однозначно. И я думаю, что потом просто мы, скажем так, вот это и практиковали в дальнейшем. Потому что нельзя сказать, что нам было супер приятно. Комфортно. И комфортно находиться друг с другом. Скорее нет, и это понятно. И, конечно, когда я видел, то есть, там, не знаю, свою дочь в особенности где-нибудь в соцсетях, знаешь, то есть не когда это просто в жизни, а когда это там какие-то фотографии или еще что-то на меня. Как он держит ее на руках. Ну, вообще, да, то есть, что вокруг этого какое-то инфополе создается и так далее. Меня, конечно, в первые разы, меня бомбило очень жестко. То есть, я прямо вот, я сжимал телефон в руках. И, да, я помню, у нас были какие-то конфликтные диалоги на эту тему. С Ритой? С Ритой, да. Ну, то есть, типа, аккуратно очень, но я пытался как-то. Ты не мог совладать своим чувством ревности. Да, да, то есть, у меня, безусловно, все равно был вот этот весь поток. Я при этом осознавал, что чувствует этот человек. То есть, я находил в себе силы, скажем так, думать о том, что чувствует и тот человек. Потому что я, знаешь, все-таки важно иногда ставить себя и на то место для того, чтобы понимать, что вообще происходит. Иначе это как раз будет превращаться в войну вот этих тупоголовых быков. Миров. Да, который ничего не понимает. Поэтому я себя ставил туда, думаю, так, там вообще чувак пришел в семью, там ребенок, там бывший, это же тоже полная жесть. То есть, давай, надо как-то. А в центре всего этого мея. А в центре всего этого ребенок, да. И я себя постоянно туда вот так вот возвращал. То есть, из своей вот этой эмоции бурной, я ее иногда проживал, и, говорю, иногда даже были какие-то конфликтные такие штуки, какие-то диалоги. Вот, то есть, ну это, это больше, наверное, тема вот постов. То есть, я помню, вот меня именно, именно на каких-то постах, меня прямо как бы меня бомбило. Я говорю, ну можно как-то, ну вот это, ну вот этого можно не делать, ну типа, ну если это возможно, да, ну не делать этого. Но в итоге, то есть, я это тоже как-то прожил, принял, потому что я себе стал уже по-другому это объяснять. Типа, мы публичные, мы блогеры, мы там ведем, показываем свою жизнь, да, то есть, что в ней происходит, и это в порядке вещей. То есть, знаешь, ну и как бы, то есть, прошел через другое, скажем, ответвление, принял это в себе, в нем и так далее. Поэтому в целом, ну это такая, это насыщенная тоже тема по приручению самого себя, да, и по контролю. Потому что, не знаю, будет это там лет 10 назад, ну это была бы жесть, я думаю, что с моей стороны, что с его стороны, потому что, ну как бы, я тоже парень эмоциональный был сильно. Вот, сейчас это все как-то поспокойнее, с пониманием того, ради чего мы вообще все это делаем. То есть, сейчас это, это уже пришло, как я уже говорил, реально в то, когда я смотрю на это, улыбаюсь, понимая, сколько все сил вложили в то, чтобы это сейчас было. Очень интересно, как прокомментирует все это психолог, но от себя могу сказать, что мне кажется, лишь тот человек, который способен в конкретной ситуации поставить себя на место другого и подумать, что чувствует этот другой, лишь такой человек может впоследствии прийти вот к тому, к чему вы пришли с Ритой. Это очень классно, что он нашел общий язык с мужчиной, который сейчас находится на одной территории, с его бывшей женой и дочерью. И прекрасно, что он понимает, что несмотря на то, что это его ребенок, там есть семья. И естественно, большую часть времени девочка проводит в семье, где формируется и педагогика воспитательная, родители. Потому что, хотим мы это его или нет, Федор, это тоже отчасти родитель, пусть даже это отчим, неважно, но они находятся в одной системе. И, конечно, очень здорово, когда взрослые люди могут договориться между собой. Например, девочка находится рядом с мамой и отчимом, приезжает к папе, папа берет, ломает структуру взаимодействия в той семье, навязывает какие-то свои ценности и интересы, ребенок к этому привыкает, возвращается обратно, там мама и отчим опять пытаются вернуть в систему. И все-таки родителям очень хорошо бы договориться между собой, каким образом они будут относиться к обучению ребенка, к здоровью, к питанию, к развлечениям, к развитию и многим-многим другим вопросам, чтобы не было существенных отличий. Это, знаете, часто так бывает с бабушками и дедушками. Мама, папа привозят детей к бабушкам, говорят, вот только, пожалуйста, мы вас умоляем, не кормите их шоколадками этими, там очень много химии. Мы стараемся этого не делать. Бабушка с дедушкой покивали, только родители за угол заехали, дед достает пакет и оттуда полетели все эти яйца шоколадные, вафли. Кушайте, только никому не говорите. Ну, это, конечно, не совсем правильно. Избежать этого, к сожалению, на 100% невозможно. Ну, а так-то я вот прокомментировал, Наталья, то, что ты просила. Как распределяются роли папы и роли отчима в жизни Мии? Вот что вы делаете с Мией и что не делают они с Федей? Или нет такого? Ты знаешь, да такого нет, просто как раз возвращаясь к системам, ребята тоже знают вообще всю эту историю и проходили, так скажем, понимают, на каком языке я говорю. Я про вот эти учения, собственно. У них тоже есть этот опыт. У них это у Феди с Ридой? У Феди с Ридой, да. То есть они ходили на какие-то интенсивы туда же. У них есть понимание того, как правильно выстраивается вот эта система взаимоотношений и что такое вообще иерархия. Семейная, там рабочая какая угодно. Поэтому здесь никто никого не замещает. Вот это важно. Потому что папа это папа, Федя это Федя. И у каждого свое место. То есть тут никто никого не занижает и не возвышает, понимаешь? То есть Федя это мужчина мамы, уже муж. Правильно? Это теперь официально отчим. То есть это человек, который находится в пространстве. Это глава их семьи теперь. Это мужчина. То есть поэтому у Мии есть вторая уже наконец-то выстроенная система. Что вот есть я, есть мама, есть папа. У папы есть Лина, у мамы есть Федя. То есть в ее жизни, как мы все это завернули. То есть по сути у нее в жизни... Квадрат. Квадрат стал прямоугольником. Появилось еще два человека, которые ее безумно любят. Как бы это странно, опять же, не звучало, но по факту ни Феде, ни Лины в ее жизни бы не было. Сложились оно как-то по-другому. То есть у нее просто еще на два человека больше, которые просто в ней души нечают. Мия обожает Лину. Просто, я не знаю, она ей вообще восхищается. То есть иногда просто всем до свидания, и вот все, за Лину хватилось и ушла. Я с Линой. Понимаешь? Лучшая подруга. Вот. Как интересно. А иногда все Федя, где Федя, где Федя. Это тоже, это ее друзья, это ее люди, с которыми она проживает свое детство. Она их безумно любит. Ребята их. Ну, ребята ее тоже безумно любят. Поэтому в ее жизни еще больше любви получается. А ты никогда не боялся, или может быть раньше, думаю, сейчас нет, судя по нашему разговору, что Федя станет больше папой для Мии, чем ты? Ты знаешь, тут, наверное, с точки зрения того, что я даю ребенку. Как в роли отца я себя ощущаю. Как мы проводим с ней время. И как. Я знаю, что качество проведенного времени СМИ у меня на высоком уровне. То есть я нахожусь в моменте. Я всегда, когда рядом с ней, я с ней. То есть я не где-то там что-то решаю, а у меня там где-то вот ребенок бегает, понимаешь? Я конкретно включен. Включен еще из-за всего вот этого прошлого. Из-за того, что в любом случае во мне это включает, да? Ты стараешься. Ответственность. Я стараюсь, конечно. То, о чем Влад говорит, это очень важно быть здесь и сейчас. Вы наверняка сами за собой часто замечали, а может быть за другими родителями, как они общаясь с детьми параллельно выполняют какие-то функции. Почему это не совсем верная стратегия в общении с ребенком? Во-первых, вы не погружаетесь в своего малыша, не можете качественно провести время. Ребенок это прекрасно чувствует. Постоянно отвлекаетесь то на телефон, то на переписку, то созвониться с кем-то, то с кем-то поговорить. И по факту вы вроде бы формально провели время с ребенком, но насколько это время качественное, знать никто не знает. Это вот я часто, например, слышу от некоторых отцов, что они обвиняют себя в том, что они мало времени уделяют своим детям. У них получается всего один раз в неделю, в две качественно с ними повеселиться, поиграть, уехать куда-то. Не нужно себя за это обвинять. Просто когда мы действительно приходим домой с работы, особенно если это мужчина, у него несколько детей, вот такая голова, куча вопросов, задач. И он старается переключиться на домашние взаимоотношения. Но это тяжело дается, особенно если человек творческий, артист, актер, либо он учит что-то, а если это бизнесмен, так вообще. И здесь очень важно наладить взаимоотношения с супругой, с женщиной, для того, чтобы понимали друг друга. Лучше это будут точечные касания в общении с ребенком, но качественные, нежели мы поверхностно делаем вид, что мы интересуемся ими, а по факту они ничего не чувствуют. Поэтому я думаю, что при таком раскладе, когда отец искренне любит и в моменте он включен и он старается, то никто никогда не заменит тебе ни твою любимую маму, ни папу. Но это не означает, что тут нет конкуренции. Вот в этом это и прикол. Поэтому то, что Мия должна получить от Феди, она получит от Феди. И я уверен, что этот человек ее много чему хорошему способен научить. Потому что он хороший человек? Я надеюсь, да. Ну, не мне судить я не могу, да, то есть я там не нахожусь. Просто я уверен, что для нее он может быть очень много в чем тоже хорошим учителем. Влад, тяни последнюю карточку. Родом из детства. Да. Я хочу сказать, что я фанат твоей семьи номер один, как мы это назвали вначале, твоей родительской семьи. И всегда мне очень большую радость доставляет смотреть, как вы взаимодействуете, коммуницируете. Я знаю, что у вас теплейшие отношения. Какое было твое детство и какими были для тебя твои родители? Ух, такой объемный, объемный вопрос. Для тебя, да. Я считаю, что мне безумно повезло. Конечно, в моей семье, как и во всех семьях, были конфликты, были сложные ситуации, хорошие ситуации. Ведь у нас зритель привык видеть только нашу лучшую сторону, которую мы и показываем. Правильно? То есть про нас там, когда снимали какой-нибудь материал, мы, естественно, там улыбчивые и доброжелательные. Не в зависимости от того, ругались мы с утра, понимаешь, или там за пять минут до этой съемки или нет. Но я благодарен не только за то, как вот все условно хорошо на сегодняшний день у нас там выстроилось, все сложилось. А благодарен вообще за весь этот опыт, потому что он такой многогранный, и столько всего происходило. И был и успех. Икс-миссия группы, да? Да, и у родителей был успех. И было жесткое падение, жесточайшее просто, которое просто убило нафиг. Потом восхождение. У родителей расходы-сходы, о которых там никто, понимаешь, знает, не знает условно. Да, мы об этом не знаем. Ну, вот о том и речь. То есть расходы-сходы, мои конфликты с сестрой и дружба, и наше перевоплощение уже во что-то более зрелое и понятное. И вот просто это можно бесконечно все это вспоминать, как нас именно носила, носила, кидала, да, как я там в 13 лет начал жить самостоятельно, понимаешь. В 13 лет? 13, ну типа, но не потому, что, в смысле, меня кто-то бросил или еще что-то. Ты так решил, да? Нет, опять же, не я так решил. То есть у меня родители купили дачку, домик, где они живут, этот домик. Вот там, собственно, и они решили переехать туда сначала на лето, потом им понравилось, они решили там остаться. А у тебя школа? А у меня школа, у меня школа и Тодос был на тот момент. Я уже в составе был. Вот, и я, естественно, остался в Москве, потом было решено... Один? Ну, один. В 13 лет? В 13 лет. Вот, было решено продать ту квартиру, она у них там была, вот, то, на что они копили, знаешь, вот, все. То есть продали квартиру. Ну, потому что малой будет жить в такой квартире большой. Зачем? Жирненько, да? Да, они ее продали. Я уже стал зарабатывать деньги в Тодосе. В 13 лет? Да, да. Вот, сняли мне комнату недалеко от Тодоса на Семеновской. То есть у меня была там такая... Аллочка, какого взрастила ты взрослого осознанного человека. Такая 25-метровая, вот, квартирка небольшая, и я там жил. Вот, и, понимаешь, вот этот весь опыт, весь процесс, то есть я стал рано самостоятельным. Да, потом у меня была фабрика, понимаешь, мне было 15, исполнялось 16. Я был самым молодым участником. Вот оно. Да, телепроекта. То есть я туда пошел, естественно, у меня там дальше уже, ты знаешь. Закрутилось. Все закрутилось, сложилось и так далее. То есть я полностью сепарировался, потому что я уехал в туры, я стал себя как бы обеспечивать и так далее. То есть я с 14 лет плачу за себя сам. Слушай, ну это звучит гордо, но ты чувствовал себя счастливым или обделенным на тот момент? У меня был внутренний конфликт на эту тему, потому что, с одной стороны, да, то есть я там привык, вот, дружная семья, все дома, кто-то вечером, знаешь, все там собрались, что-то обсудили, какая-то поддержка и все такое. Это было все, но на уровне связи, но это не то, ты знаешь, что такое живое общение. Поэтому, конечно, я, ну, вот эту сепарацию, то есть она у меня в каком-то таком экстренном режиме и достаточно жестко, да, там, произошло. Но, тем не менее, как бы это произошло. И я потом нашел в этом, опять же, пользу, да, потому что... И я только что нашла. Да, потому что я раньше, чем очень многие мои сверстники, столкнулся со всеми этими процессами, что дало мне фору вообще во взаимодействии, в общении. У меня сложился круг общения только старше людей. То есть мне перестало вообще быть интересно общаться со сверстниками. Вот так вышло, потому что те темы, которые обсуждались там в моей школе, условно, или что обсуждали уже там мои ребята, которые какие-то проекты замышляли, еще что-то, все, меня уже туда конкретно тянуло. Вот, поэтому все это произошло раньше. И это все часть вот нашего огромного пути. Последние лет пять для меня самые такие переворотные. Потому что я углубился в самопознание и много чего, скажем, изучил, прошел, много чего понял. Именно про то время. Потому что то время было воспринято ребенком, подростком, молодым человеком и так далее. И именно с какого-то более зрелого понимания того, что на самом деле происходило, я смог на это взглянуть вот только за последние лет пять. Я смог выстроить совершенно другие взаимоотношения с мамой. Я перестал быть конкурентом своему отцу и пытаться его, да, там, задвинуть или, не дай бог, воспитать. Ну, понимаешь, да, потому что вот эта подмена ролей, она происходит в какой-то момент, когда ребенок вырастает и уже чувствует силу. И он начинает себя как бы определенным образом вести внутри. Что теперь родители маленькие. Да, потому что в какой-то момент я прямо понял, что на мне прямо чуть ли не вот все семейство. То есть я такой прямо на себя, я сам на себя, понимаешь? А так решил. Да, так решил и возложил на себя почему-то это вот такое. А это не так. А это и было не так. Хотя мама начала со мной в эту историю играть, что-то, то есть как-то так вот, да, то есть она меня прямо тут подкачивала. А с отцом конкретно были, конечно же, конкуренты. Ну, какого фига вообще, да. Пацан. Естественно. Да, поэтому нам удалось все это по итогу осознать. Я приходил к ним по итогу с той новой информацией, которая мне поступала. И мы с ними прямо все это проговаривали и прорабатывали. Это было сложно. Это было очень сложно. Вот. Но по итогу, да, результат какой-то. То есть, ну, я никогда так гармонично не воспринимал вот своих родителей, как это происходит сейчас. То есть не без огрехов. Мы скатываемся иногда в прежние роли. Но мы, по крайней мере, понимаем, что вообще происходит и как себя поставить на место, чтобы все было. Потому что, когда ты во всех системах основных находишься на своем месте, ты от жизни получаешь те самые бонусы. Называется доза, потому что деньги, отношения, здоровье. Доза. Вот. Как только ты соскакиваешь со своего места где-то, в каком-то аспекте, у тебя туда же сразу идет весь удар. То есть ты там чего-то недополучаешь. Ты начинаешь палеть, у тебя что-то отменилось. Вот. В отношениях начинаются какие-то... Сбои. Сбои. Слушай, безумно интересно мне действительно все, что ты говоришь. Да, да, да. Это... И я, опять же, возвращаясь к тому, что я наблюдаю за вашей семьей через социальные сети, я всегда думала, что просто идеальная семья. И так во все этапы. И мне кажется, что вот эта ситуация... Ребята, не бывает идеальных семей, просто запомните. Ты знаешь... Вообще идеальных людей, это мы всегда идеализируем. Да, и ты просто идеально подвел к неидеальному вопросу. Прекрасно. Давай. Как ты думаешь, что твои дети скажут о тебе, они еще маленькие, но тем не менее, если бы они могли, в кабинете у психолога? Мне кажется, Дэвид будет жаловаться, вот, что я его сильно зацеловываю. Ага. Ну, Мика скажет, что ей хотелось бы проводить со мной больше времени, это однозначно. Ну, чисто на бытовом уровне. Просыпаться, засыпать? Ну, конечно. Ребенок же, ну, он глобально не понимает сейчас, почему этого не происходит. Ну, мне же начали. Я уверен, что она задается внутри себя этим вопросом, почему это вот... Не каждый день. То есть, не почему, а с точки зрения времени, быта, а вот почему вот так вот вообще сложилось. То есть, я думаю, что она, конечно, себе этот вопрос уже задает. Иногда, возможно, не признается. Влад, это был действительно очень интересный и необычный разговор. Я тебе от сердца благодарю за это. С вами была ваша Наташа. Спасибо, что смотрели нас. Я очень надеюсь, что выпуск был интересным и полезным для вас. Если да, поддержите нас, пожалуйста, лайками, комментариями и подпишитесь на канал. Пишите в комментариях, какие темы вам было бы интересно обсудить и кого бы хотели видеть нашим гостям. Всем пока. Субтитры создавал DimaTorzok